Сохраняйте и никогда не теряйте почтовые квитанции, подтверждающие факт отправки вами писем в какие-либо учреждения, в какие-либо государственные органы и тому подобное, особенно если эти письма важны и могут стать доказательством в суде при рассмотрении каких-либо дел. Коротенько расскажу о нашей ситуации. Мой доверитель потерял квитанции вместе с опциями вложений, подтверждающие, что он отправлял письма в Федеральную службу судебных приставов. И сейчас доказать тот факт, что эти письма были отправлены практически не предоставляется возможно. Приставы в общем-то опять пошли на хитрость и то, что он им отправлял в материалах исполнительного производства отсутствует. Хотя мы знаем и знали на тот момент, когда эти письма были отправлены, что эти письма были получены. Суд в нашей ситуации отказался истребовать информацию из Почты России об отправленных вот этих вот письмах. Были ли они отправлены или нет. Хотя мы знаем период времени, в течение которого эти письма в количестве двух штук были отправлены. Это было еще в прошлом году. Теперь же встает вопрос, возможно ли восстановить какие-то сведения о том, что вот эти письма были отправлены моим доверителем. Мы обратились в территориальное отделение Почты России, откуда и отправлялись эти письма. И нам в общем-то сказали, мы написали заявление, нам сказали, оператор девушек сказала, что такие сведения они могут предоставить только за последние три месяца. Я не знаю, насколько ее слова соответствуют действительности или нет. То есть о тех письмах, что вы отправили, кому отправили, ну и собственно говоря, что вы отправили, можно получить только якобы за последние три месяца. Я сейчас буквально 40 минут назад решил позвонить в Почту России на их телефон доверия. Вот мой разговор с девушкой, послушайте. А после разговора с девушкой я вернусь. Почту России, Елена. Здравствуйте, Алексей. Чем я могу вас помочь? Здравствуйте, Елена. Такой вопрос, на самом деле, может, не совсем стандартный. Интересует возможность получения каких-либо сведений об отправленных письмах за определенный промежуток времени. Квитанции были утеряны. И возможно ли это как-то сделать вообще? Алексей Владимирович, вы можете попробовать запросить отправочную информацию с указанием непосредственно ваших положений на сайте Почты России? Нет, я просто обращался непосредственно в территориальное отделение Почты России. Я там заявление написал, но мне девушка там пояснила, что Почта России предоставляет такие сведения об отправленной корреспонденции только за последние три месяца. А это было раньше. Вот в чем вопрос. То есть, соответствуют ли ее слова действительности? И если да, то... Эту информацию вы можете уточнить только лично. У нас информации об этом нет. Так а что мне сделать тогда? Потому что, ну, заявление-то я подал, там пока его рассмотрят, пока еще что-то. Я вот решил просто позвонить. Ну, можно. Я вам рекомендую еще написать на сайте Почты России все-таки электронное обращение. Может, вам управление... Федеральное управление Почтовой фитнес-службы предоставит более конкретную информацию? То есть, а с таким вопросом, как я понял, никто не обращался. Никто не это сам. Никому это не интересно. Ну, как обращались, но, как правило, почта не предоставляет никаких справочных информации. Это только через управление. Поэтому рекомендуем именно запросить такую справочную информацию. Ясно. Ладно, понял вас. Спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Пожалуйста, на линии для оценки каждой моей консультации. Всего доброго. Всего доброго. Итак, вы, в общем-то, прослушали этот столь короткий разговор. Девушка пояснить, в общем-то, толком ничего не смогла. Она нам рекомендовала обратиться еще в электронном виде, да? В Главное управление Почты России с этим же вопросом. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, я скажу честно, я вот так вот напрямую не сталкивался никогда с тем, чтобы восстановить какие-то почтовые отправления, сведения о почтовых отправлениях, которые были отправлены еще практически 7-8 месяцев назад. Если кто-то с этим сталкивался, напишите, как вы это делали, получилось ли у вас вообще это сделать. Потому что мы сейчас что, ждем ответа от Почты России по нашему заявлению, которое мы подали в наше территориальное отделение. Ну и я направил сейчас в электронном виде точно так же такой же запрос в Главное управление Почты России. Ждем. А вам еще расскажу. Не теряйте, сохраняйте квитанции, сохраняйте чеки, делайте их копии, делайте их фотографии, чтобы это у вас всегда было под рукой. Кому видео было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а мы увидимся в следующих роликах. Всем до встречи. Пока.